Приветствую вас, дорогие друзья! Мы немножко еще в конце расскажем о лагере, который мы будем проводить, начиная с завтрашнего дня и включительно по пятницу. И только небольшое предисловие. Лагерь будет построен на притчах Иисуса Христа, хотя это англоязычный лагерь. Мы хотим, чтобы, тем не менее, было много информации на родном языке. И он построен на притчах, на коротких историях. Знаете, все хорошо, что Иисус рассказал. Много притч, около сорока притч насчитывают. И одна из них – это притч о двух строителях. Знаете, да, один построил дом на камне, другой построил на песке. Я не знаю, видно ли всем хорошо эту картинку. Такая вот детская иллюстрация этой истории. Два дома было построено. И что общего и в первом, и во втором случае? Что произошло в начале в отношении первого дома, что произошло в отношении второго дома? Помните? Кто-то, может, даже с места скажет. Был построен один, был построен другом. И что дальше? Хор? Братья? Что было? Нет, а что было общее? Да, один упал, другой устоял. А что общее? Дождь, все правильно. Вот, мне подсказывают. Дождь, буря. И тому, и другому досталась порция дождя, бури и всего остального. Только результат был разный. Один дом стоял, другой упал. Еще и такое с таким стреском, наверное, да? И великим было его падение. Наверное, оно было и великим, и громким. Вот. Но и в том, и в другом случае были бури, дожди, разливались реки. Что это символизирует в жизни людей? Это символизирует испытания, переживания, стрессы, всевозможные трудности, лишения. И они приходят также к верующим людям. Мы недавно говорили с молодежью о жизни апостола Павла. И одна из девушек спрашивает, а почему вот такие трудности? Мы считали, как ему доставалось в разных городах, в частности. В Филиппах избивали его и его спутника силу. Ну почему вот у христианина тоже, вот кажется, это же Божье дитя, и он вот получает, там сказано, много ударок палками. Ну чего же, почему же так? Вот как же это так? Божьи дети проходят через испытания, иногда даже, может, более жесткие или переживания, чем те, которые как бы и не следуют вроде за Христом. Почему все это происходит? Я хотел бы обратиться к библейскому тексту послания апостола Иакова. Иакова, первая глава. Всего несколько стихов. Иакова, первая глава, со второго по четвертый стих. И говорится следующее. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всякой полноте, без всякого недостатка. Терпение же производит совершенное действие. С точки зрения Бога, испытания играют очень важную роль. Бог хочет, чтобы мы не стояли на месте. В нашей вере, чтобы наш характер, чтобы наши жизни изменялись. И такая вот истина библейская, которая трудная истина. Хотя здесь апостол пишет Иаков, что нужно с радостью принимать. Очень трудно это с радостью принимать. И тем не менее, это все для нашего блага. И текст, который мы любим повторять, что любящим Бога, все содействует ко благу. И стрессы, лишения, переживания, значит, тоже содействуют ко благу. Бог хочет, чтобы мы преображались в образ Христов, чтобы мы становились более похожими на Христа. И вот такой тезис, который можно коротко сформулировать. Основную мысль этого отрывка из послания Иакова, что стойкость в испытании ведет зрелости. Это путь к зрелости. Слово, которое переведено на русский язык как искушение в этом тексте, да, в различные искушения. Первосмой. Все-таки, наверное, лучше переводить как испытание. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные. Все-таки лучше переводить как испытание. За этим словом могут скрываться различные переживания, различные обстоятельства, страдания, которые способны поколебать веру, которые способны негативно влиять на взаимоотношения христианина с Богом. И это слово лучше переводить как испытание. И современный русский перевод так его и переводит. Я хотел еще сначала вспомнить, что точно так же переводит и украинский перевод. Там на этом месте стоит слово выпробувание, да, то есть испытание. И точно так же в русском переводе стоит слово, звучит так. Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. И в 12 стих в современном переводе звучит так. Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни. И эта мысль была, это встречается идея, это о пользе испытания, она встречается не только у апостола Якова, это ему созвучны и другие апостолы. Например, апостол Павел, да, что пишет Павел, что мы хвалимся, он говорит в послании к Римлянам 5 главе, мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Видите, опять терпение упоминается, терпение, опытность, отопытность и надежда, а надежда не постыжает и так далее. Если мы откроем одно из посланий апостола Петра, мы тоже увидим некую созвучную идею. И опять радость, да, о всем радуйтесь, поскорпев теперь немного, если нужно, от различных искушений, пишет апостол Петр в первом послании 1 главе. И дальше он пишет, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и днем испытываемо золото. То есть ранняя церковь, видите, была достаточно единогласна, единодушна в взгляде. И из истории известно, как много выпадало испытаний, искушений, тягот всего трудного на долю первых христиан. И они выстояли, да, и изменили мир, изменили Европу, Римскую империю, все остальное. Весь мир, одно из ключевых событий стало благодаря тому, что некогда люди выстояли в искушениях, в испытаниях, в переживаниях. Какая польза, какие выводы можно сделать, какие уроки можно извлечь из этого отрывка, который мы прочитали? Ну, во-первых, испытания закаляют и укрепляют нашу веру. Переносяя испытания, мы учимся доверять Богу. И есть известная украинская поговорка, як тревога, и вы все знаете, як тревога, то до Бога. Почти все могут единогласно. Да, почему так происходит? Когда у человека все хорошо, у него создается впечатление, ну вот это я такой, значит, талантливый, у меня так вот все классно получается в жизни, значит, и изобилие, и все остальное, это благодаря моим усилиям, моему таланту, моему тяжелому труду. У человека есть тенденция удаляться от Бога, полагаться на свои усилия, приписывать успехи себе. И когда начинаются уже какие-то вот стрессы и все прочее, человек понимает, что далеко не все и далеко не вся зависит от него. Некто сказал, что достаточно поднять на несколько градусов температуру у человека, да, и человек что уже, все его способности, все его таланты, все его умения, они практически сходят на нее, да, человек лежит и уже ничего не хочет. Всего на три градуса поднялась температура. Все вот наша гордость, да, все наши, вот наше величие в собственных глазах, оно практически испаряется. Вот. И человек понимает, что он зависит, всецело он зависит от Бога во всех своих успехах, во всех своих достижениях. Во-вторых, испытание предоставляет нам возможность. Кстати, они не обязательно ведут к этому, это уже многое зависит от нас, как мы его используем. Но возможность нам предоставляется для формирования нашего характера. Яков пишет о совершенстве, да, чтобы терпение имело совершенное действие. Оно ведет к возрастанию, к усовершенствованию человека. Я, наверное, уже говорил, возможно, даже здесь, эту интересную идею Клайва Льюиса, что, знаете, это аналогия Бог, Бог это отец, и мы дети его, она такая достаточно популярна. И Льюис, вот используя эту простую, понятную аналогию, он говорит о следующем. Вот представьте себе отца, который говорит, я настолько люблю своих детей, давайте на одном сосредоточимся, люблю своего сына, что я ему ничего не говорю. Этот сын чавкает за столом, этот сын обижает сестренку, периодически он ворует деньги из моего кошелька, но я ему ничего не говорю, потому что я его очень люблю. Я любящий отец, очень люблю своего сына, я его ничего не говорю, я его не трогаю. Вы понимаете, что вряд ли здравомыслящие люди назовут такого человека по-настоящему любящий, да? Что будет делать любящий отец в таких случаях? Он будет воспитывать, да? То есть он будет ставить своего сына в определенные рамки, будет его каким-то образом тянуть, да, вот на уровень, на свой уровень. Ему не все равно, если он любит, ему не все равно, что вырастет с этого ребенка. Он будет что-то делать, он будет пытаться его изменить, повлиять, да? Это иногда будет болезненно, да? Вы знаете, сейчас вот такое наказание, родители забирают мобильный телефон, это такая вот болезненная сейчас, такой стресс у ребенка. Как же он будет жить следующую неделю без, там, с какого-то, значит, без этой штучки, которая там, ну, с маленькими кнопочками, вот. Раньше были другие, значит, воспитательные меры. Но вы все понимаете, да, что стрессы причиняют, вот где-то так, если с точки зрения психологии, это страдания у ребенка. И тем не менее, они все имеют за собой цель, да, любящий отец будет говорить и будет применять какие-то действия, воздействия на ребенка, которого он любит, для того, чтобы этот ребенок становился лучше, да, изменялся его характер, чтобы он был в каком-то смысле больше похожий на отца, чтобы он был достоин общения с отцом. Точно так же и Богу не все равно, как любящему отцу, не все равно, что получится из нас с вами. И как любящий отец, он ведет нас по жизни, он ставит в рамки, иногда это больно. Вот. И поэтому, тем не менее, за этим всем стоит Божья любовь, желание Бога, чтобы мы возрастали, чтобы мы становились все более и более похожими на Христа. Говоря об испытаниях, некто сравнил трудности, через которые мы проходим в жизни, и сказал, что после грехопадения человеку, вот его в таком состоянии, нужен уже не курорт, вот здесь Одесса, курортный город, да, здесь можно пройти 20 минут, и видите, как много людей сидят так вот, раскинувшись на стуле, который называют шезлонги, да, и такая вот, ну, комфортабельное времяпровождение. Но, к сожалению, когда, я не говорю против шезлонгов и не против расслабления, но, тем не менее, мы все взрослые понимаем, что в таких случаях, когда человеку хорошо, он-то не очень-то изменяется к лучшему, да. Человек наоборот, когда ему хорошо, когда вот, ну, такое вот блаженное состояние, хочется, чтобы его не трогали, чтобы ближние не приходили со своими проблемами. Человек замыкается, ему хочется, значит, чтобы, то есть, у людей есть тенденция, как бы, ну, вот, уходить от переживаний, от страданий, да, и в таких случаях не происходит никакого, вот, улучшения. Мы становимся наоборот, не более, там, отзывчивыми, мы становимся, что, более черствыми, да, когда нам хорошо, ну, что там, ну, что там будем решать или помогать людям в каких-то их проблемах. И кто-то сказал, да, что человеку нужен не курорт, закончить эту фразу нужно, человеку нужен нечто наподобие тренажерного зала. И кто бывал в тренажерных залах, он знает, что там, что там происходит. Люди там проливают, ну, если не кровь, то пот, точно, да, там, ручьями, значит, проливается. Люди издают, значит, определенные звуки, да, вот такие вот вопли. Когда кто-то там, ну, вот, последний раз пытается, значит, выжать штангу, знаете, она там с одной стороны падает на другую, и издаются такие вот громогласные вопли, наконец-то поднял, то есть там люди вот страдают, да. И что еще интересно, если вы туда попали и какое-то время вы не упражнялись, что происходит на следующий день, какие у человека ощущения, братья? Что? Мышцы болят, сестры говорят, спасибо, сестры. Болят, болит все тело, да, если с непривычки потренировался, да, бывает, и даже когда регулярно что-то не так, да, болит. Человек вдруг открывает, что у него болит те мышцы, которых он даже не подозревал, что мышь на самом деле много, и когда они болят все вместе, такое болезненное ощущение. У меня тоже такая история произошла, что-то я тоже, значит, не так сделал, наверное, или долго делал. В общем, у меня болела мышца, которая отвечает за вот сгибание и за подъем руки. В общем, я в буквальном смысле не мог донести руку, вот, скажем, я не мог есть яблоко вот этой рукой, потому что не мог, ну, физически донести, мне приходилось использовать вторую руку, значит, и вот таким образом я поднимал яблоко и ел, и это вызывало такой, значит, смех, принес радость своей жене, вот, поднимало ей настроение, вот, видом вот такого вот, ну, когда двумя руками кушал яблоко. Болели мышцы, но что означает боль в мышцах? Я не медик, но говорят, что боль в мышцах означает рост, да? Они, вот эти упражнения, которые происходят в тренажерном зале, они ведут к росту, к укреплению и к выносливости в мышцах. То есть вот эта боль, которая случается вот в залах тренажерных, где люди, ну, она ведет на самом деле к росту мышц. Если ничего не делать, вот говорят, в невесомости, да, происходит вообще, как бы, атрофирование, да? Мышцы должны быть использованы, и это некая такая аналогия, что боль в нашей жизни может, дает нам возможность. Мы можем не воспользоваться правильно этим, но это дает возможность для формирования нашего характера. Поэтому апостол Павел и свидетельствует, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Ну и еще об одном можно говорить, что испытание открывает нам наши с вами недостатки. Их сравнивал некто с копьем, которое пробивает вот определенный предмет, да, который снаружи предмет может выглядеть очень хорошо. Он может быть красивый, лакированный. Емкость, например, с какой-то жидкостью, да, давайте, ну такой простой пример, бочка деревянная, да, она может быть красивой. Но если ее пробиваете острым предметом, и страдание – это некое подобие такого острого предмета, из бочки начинает вытекать содержимое. Так, да? И это содержимое уже может быть не таким приятным. Да, может вытекать нечто, что захочется вот так вот, значит, ну, закрыть свой орган обоняния. Это некая аналогия нашего с вами. То есть пока все хорошо, мы тоже выглядим хорошо. Да, и все думают, что все хорошо, и внутри у нас все хорошо. Но страдания – это как некий пресс, они выдавливают изнутри, что на самом деле находится у нас внутри. Или как копье они вот пробивают нашу вот такую вот видимую оболочку благополучия и вот такого псевдосовершенства. И выходит наружу действительно наш характер такой, как он есть на самом деле. Они показывают, что у нас находится внутри. Выводит наружу то, что действительно наполняет то, о чем мы часто не желая думать, убеждаем себя, что с нами все в порядке. Страдания заставляют пересматривать наши цели, ориентиры, избавляться от ложных ценностей, отвращаться от служения ложным богам. Смысл жизни человека состоит не в комфорте и не в максимальном количестве удовольствия, а скорее в познании Бога как истинной цели и смысла нашей жизни. Я был свидетелем изменения характера одного человека. Я видел людей с другой стороны, которые ожесточались, когда у них болезнь, они начинали роптать на Бога. Но видел и положительное, когда человек буквально преображался. Болезнь, казалось, которая других, может быть, как-то угнетает и приводит к каким-то кропоту, этого человека изменило до невознаваемости в лучшую сторону. И свидетель, который его знал раньше, он говорит, слушай, я не могу его даже узнать. Этого человека, он почти не знает, что такое гнев, он никогда не гневается. Страдания дают нам возможность, не все ими пользуются. Переживания, испытания, они не на то испытания, что это возможность, но мы не всегда ими пользуемся. Одна из поэтесс Светлана Копылова написала интересный стих. Он посвящен такой вот притче. Это не ей придуманная притча, но она интересно перевела это в стихотворную форму. Вы знаете, да, что люди часто сравнивают жизненное переживание, жизненное испытание с несением креста, да, говорят, какой мне выпал тяжелый крест, или вот этот крест, который я несу уже многие годы, или некоторые вот когда что-то случается, ну вот это, наверное, крест теперь до конца жизни. Слышали? Да. Говорят люди, да, то есть, какой тяжелый я несу крест. Ну вот в этой связи была притча, которая потом была положена на стихотворение. И так она звучит так. По дороге шла толпа людей, каждый нес по тяжкому кресту, двигались они немало дней, отмеряя заверстой версту. Был средь этих путников хитрец, незаметно к лесу он свернул и спилил там у креста конец, чтобы крест не так плечо тянул. И довольный путников догнал, с легкой ношей весело идти. Только об одном хитрец не знал, что ущелье было впереди. И кресты над пропастью легли прямо от начала до конца. По крестам они перебрались все, за исключением хитреца. Крест его теперь был слишком мал. Выбрал жребий сам себе хитрец. Свой же крест ему никто не дал, ведь спасти чужой не может крест. Ну и дальше вывод. В жизни крест у каждого есть свой. Не спеши свернуть в манящий лес. Знает Бог, несешь ты для чего этот тяжким кажущийся крест. Апостол Иаков смотрит на страдания с позиции вечности. Это так, как, собственно, все мы должны смотреть. В Якова 11 главе, прошу прощения, в 1 главе, в 12 стихе, в современном переводе он звучит так, что счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни. С точки зрения вечности, мать Тереза однажды сказала, все наши переживания, вот какими они бы не были страшными и тяжелыми, с точки зрения вечности, они будут выглядеть всего как одна ночь в неудобном гостинице. Знаете, вот кто-то попадал, наверное, на ночлег, когда спать было очень неудобно. Может быть жарко, может быть холодно, может какая-то живность кусала. Вы это надолго запоминаете. Но проходит время, это что для вас? Через время это все становится такой далекой историей. Может быть даже это и было не со мной. То есть с точки зрения вечности, все, что мы проходим сейчас, все наши переживания, все наши испытания будут выглядеть как всего один миг, одна ночь в неудобной гостинице. Итак, Иаков призывает нас достигать такого уровня, что даже когда нам плохо, где-то внутри мы должны радоваться. Это очень тяжелое, непонятное состояние, да, когда испытания, он говорит, с великой радостью. Нам, наверное, даже трудно понять, как этого можно достичь. Но, тем не менее, это возможно. Он призывает, чтобы мы их ценили, потому что они ведут нас к росту, они изменяют наш характер. Они дают нам возможность преображаться, становиться все более и более похожим на Христа. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.